В завершении строительства проблемных объектов под контролем властей республики на очередном заседании рабочей группы, которую возглавил премьер-министр Чуваший Иван Маторин, обсудили, как решаются проблемы обманутых дольщиков. В Чувашии сейчас 353 обманутых дольщика, но их проблемы постепенно решаются. Дом по улице Южная в городе Новочебоксарск сдадут в конце сентября. Из 28 квартир 18 принадлежат дольщикам. Сегодня заканчиваются установки окон в одной квартире. Это, в общем-то, брал на себя заказчик-застройщик ТСЖ Юг-3. Установить газовое оборудование и дымоходы. Дымоходы, как я сказал, это установка за счет подрядчика. Завершение работ по благоустройству и оформление документов для ввода жилого дома в эксплуатацию. Строительство жилого дома по улице Урожайная завершится к концу года. С дольщиками проведена определенная работа. У шести дольщиков выкупил права МУП ГУКС. С остальными договора переоформлены и в итоге обманутых дольщиков в этом доме нет. По позициям 53 и 54 по улице Эльгера строительство также идет в установленные сроки. Его планируют сдать во втором квартале 2014 года. Наиболее сложный объект в Чебоксарах – позиция 1 по улице Фучика. Там строительные работы должны завершиться к ноябрю. Но на это необходимы еще 67 миллионов рублей. Премьер-министр отметил этот дом как убыточный и рекомендовал Минстрою заняться объектом детально. Также самыми тяжелыми позициями остаются объекты строительных компаний «Высота» и «Честер». Это дома по проспекту 9-й пятилетки – позиция 3, 78 обманутых дольщиков и по проспекту тракторостроителей – позиция 11Б, 83 пострадавших от недобросовестных застройщиков. Разработано положение о торгах, которое разослано кредиторам и находится на стадии согласования. Соответственно, остается утверждение начальной цены в арбитраже. И я думаю, что в декабре этого года мы готовы будем этот объект выставить на торги. По словам представителя компании «Высота», в сотрудничестве с Минстроем они доведут объект по проспекту 9-й пятилетки до конца. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.